Всем привет! Моё сегодняшнее видео я посвящаю девочкам, и не только девочкам, которые любят писать гадости в комментарии. Во-первых, меня зовут Лёля. Хотя это видно в информации, если вы ткнетесь на страничку на моём канале. Во-вторых, люди, которые любят писать пакости и думают, что они тем самым меня троллят. Кстати, троллить меня бесполезно. Я могу прочитать ваш комментарий. Если он мне не понравится, и там будет что-то такое очень агрессивное, или, на мой взгляд, обидное, или кто-то посчитает это обидным и обидится, что вот такое выдали мне, я это ударю. Так вот, пишите гадости, вы этим самым показываете свои комплексы, свою злобу, свою агрессию, свою неудовлетворённость вашей жизнью. Девочки, мы все красавицы, каждая по-своему, у каждой что-то есть своё. И красота, кстати, понятие, так сказать, растяжимое. В какой-то стране красота это одно, а в нашей стране, допустим, это другое. Посмотрите, какую-нибудь аниму я сейчас, конечно, не смогу вспомнить вам пример, но очень много такого японцы, допустим, обыгрывают. Перейдём к тому, что если вас шокирует моё отсутствие зубов, я уж не буду так резко показывать, у меня зубы молочные, это встречается раз в то лет у одного из тысячи. Такое бывает. Если вы пишете в каменты «беззубая, вставь зубы» или ещё что-то, то вы, извините, мимо, они у меня сейчас меняются. Вот год назад мне было 30 лет, сейчас мне 31. Выгляжу я намного лучше, чем некоторые в 31, уж уж простите. Я не буду говорить, что мне дают от 15 до 25 максимум, потому что многие из вас, кто не соответствует внешности своей кожи, своему возрасту, могут обидеться. И снова мне придётся читать ваши высеры в комментариях. Так вот, я в таких случаях говорю, когда мне не продают сигареты, если я их покупаю для подруги или что-то подобное, что меня заморозили в детстве. Перейдём к тому, почему у меня трясутся руки. Вот. Они иногда трясутся очень сильно, когда я читаю стихи на лицлетах, потому что я волнуюсь. Когда я играю в театре книги в библиотеке, у меня руки не трясутся, я чувствую себя, как рыба в воде. Я не знаю, с чем это связано, хотя театр я совершенно терпеть не могу, честно сказать. Иногда у меня трясутся руки, я замёрзла, или у меня крушится голова, или я сейчас упаду в обморок. В обморок я падаю очень часто. Ещё. Руки у меня иногда трясутся просто так, небольшой тремор. Я не замечаю этого. Иногда они у меня трясутся, потому что я устала, но снимаю при этом что-то на видео. И держу фотоаппарат в руках. Я попала в 16 лет в очень страшную автокатастрофу. Выжила я случайно. Я не знаю, как бы вы чувствовали себя на моём месте, если бы с вами что-то подобное случилось, и не желаю такого даже врагам, которые считают себя таковыми. Поэтому у меня трясутся руки. Комментарии, почему у тебя трясутся руки, я теперь буду удалять. Уж простите. Зубы у меня молочные, передние у меня два поменялись. Внизу у меня тоже один поменялся, и буквально два месяца назад у меня выпал молочный зуб вот где-то здесь. Сейчас на его месте уже где-то полтора года растёт не молочный, а постоянный. Но у меня, в отличие от некоторых людей, зубы так называемой мудрости выросли, когда у людей они менялись. На этом вот. Дальше. По поводу комментариев агрессивных. Я не думаю, что вам было бы приятно, если бы кто-то пришёл и стал просто срать под ваше видео, что-то совершенно к видео не относящееся. По поводу крема, который произвёл такой фурор от Ифраши, на самом деле на флакончике, на коробочке, я его правда уже убрала, на ней написано от 25 до 75. То бишь, если вам стукнуло 76, то Ифрашевским кремом этим пользоваться не можете. Он против морщин. Морщин у меня нет. Извините. Если кого-то это задевает. Мазаться кремами, которые мне подходят, по возрастной категории, либо просто по состоянию моей кожи, мне, я не считаю нужным, также не советую остальным людям этого делать. Если вы хотите раньше времени стать похожей на шарик, он же разглаживает морщины, да? То бишь, вы будете просто гладко со всех сторон. То, пожалуйста, пользуйтесь, но не надо навязывать чужое мнение остальным, в том числе мне. Если у вас есть морщинки, и вы использовали три коробочки крема, и жаждете четвертую получить, как одна писала девочка в комментариях к этому видео, я, в принципе, ничего против не имею. Пожалуйста, пользуйтесь. Ну, допустим, Грин Мама, и это я не рекламирую, просто говорю, как есть. Вот даже у меня тут есть где-то маска, в одном из обзоров она была. Вот эта вот маска. Раньше была у меня очень жутко жирная кожа. Сейчас она ближе к смешанной, здесь и здесь, соответственно, блестит такая вроде как жирная, а вот здесь сухая. На щеках у меня тоже была жирная раньше кожа, жуткие поры, все такое. Вот маска. Пользуйтесь, пожалуйста, ей. Грин Мама. Освежающая калиновая с ментолом. Из серии не надо совершенно постоянно ей пользоваться. И также любой косметикой из Грин Мамы есть подобные из серии. Спрей для тела с чайным деревом. У меня раньше были на спине жуткие прищипы. Выходили они весной или осенью, в период обострения, когда у дураков едет крыша, а у людей болячки всякие хронические вылазят. Так вот, прищип прошли. Пользовалась этим спреем где-то, ну, может быть, год, года полтора. Теперь он мне не нужен. Или вот такая вот маска. Это Эйвановская, кстати, тоже неплохая. Вот, для рук. Раньше у меня была очень сухая кожа. Если вы считаете, что эфрашевским кремом надо пользоваться раз коробочка прошла, два коробочка прошла, три коробочка прошла, то в Грин Маме есть крема тоже от морщин, тоже ночные и тоже разглаживающие. И там не надо постоянно этим пользоваться. Можно пройти курс, исправить проблемы и все, живите спокойно. Это по поводу кремов. Кстати, по поводу маски. Залечивают маленькие ранки и укрепляют ногти. Можно раз в полгода замазаться и нормально будет. Если вы склеротик, как я, в том плане, что стоит, вроде собираешься, собираешься, а ой, забыла. Что я еще хотела сказать? Я, может быть, что-то упустила. Но, в основном, да, девочки, по поводу троллинга. Троллинг у меня бесполезный. У меня очень хороший был учитель по троллингу. И даже не один. Я веду свой блог на Тифоретнике. Это ЛЖР. В России он практически везде запрещен. Просто так сам по себе закрыт. Если вы поставите торт, то можете почитать. Там в основном сидят такие специфические личности. Если у вас слабая психика, или вы способны только гадить в комментариях, у тебя трясутся руки, у тебя нет зубов, или ты обязан этим кремом пользоваться, потому что я им пользуюсь, потому что мне 31 год или сколько-то там, и я выгляжу старше, чем ты, то я туда вам не советую заходить. Ну и еще что хочу сказать. Сумбурное такое видео, конечно, уж извините, наверное, надо было написать на бумажке текстик и читать по книжечке, или по бумажечке, по газетке, или еще как-то по шпаргалке. В общем так, если вам нравится мое видео, пожалуйста, смотрите, я буду рада. Можете ставить лайки, или там этот пальчик вот такой. Можете писать комментарии какие-то, я вам отвечу с удовольствием. Если вам не нравится мое видео, если вас бесит вот этот вот фон, мои духи, обезьянки, игрушки, чай, травы, то, пожалуйста, не смотрите, не будьте мазохистами. Я вас не заставляю силой, тем более не заставляю это все смотреть. И, кстати, да, я занимаюсь травами. Если у вас какие-то проблемы, вам что-то нужно, там что-то подлечить или так далее, а вы увидели вот это вот, то можете не стесняться спрашивать. Я вам объясню. Ну, писать, что «Ой, у тебя такой фон, убери свой срач» или еще что-то. Я творческий человек. У меня не срач. У меня творческий беспорядок. И на этом все. Всем лучики добра и даже тем, кто терпеть меня не может, но плодит аккаунты, я некоторых заблокировала. Уж простите, я вас разблокировала. Потому что, в принципе, если вас игнорить, то, наверное, может, вы когда-нибудь успокоитесь. А блокировать вы же делаете новые аккаунты. И, кстати, да, еще такой момент. Есть несколько девочек. К примеру, Натали Ко. Я даже могу дать на нее ссылку под своей видео в информации. Она пишет мне комментарий, потом репостит это мое какое-то видео к себе на страничку Google+. Плюс запрещает мне видеть это все, обсуждает. Но мне все это приходит на гугле мыло. В принципе, я это частично вижу, но я не понимаю смысла. Если вам так не нравится мое видео, то зачем вы его репостите, пишете гадости, анально огораживаете словечко из ЛЖР, то бишь запрещаете мне вот это вот все смотреть. Может, вам лучше заняться своим телом, своей душой, своей головой, своим лицом, своей кожей. Сделайте прекрасную ванну с пеной, с солью. Капните туда парочку капель эфирного масла, к примеру, розы. Заварите себе вкусный чай. Сделайте какой-нибудь бутербродик или какую-нибудь вкусняшку. Он, к примеру, зефир у меня на кровати стоит. Не знаю, видно ли его в видео. Попейте, займитесь собой. Почитайте классную книжку или мангу. Кстати, занялась переводами вот уже где-то неделю. Вступила в Рейндропс. Молодая группа такая. Адаптации манги. Что, в принципе, для меня ново. Но давно я этим хотела заняться. Это уж так информационное видео. Для тех, кому интересна моя персона. Или хотя бы для тех, кто любит меня пообсуждать. Вот, кстати, сахарку можете тростникового слопать. Вообще сладкая, успокаивает. Нервы особенно. Ну и, наверное, на этом все. Возможно, я скоро сниму видео про пустые баночки, которые специально не выкидываю, а сохраняю. Чтобы они хотя бы накопились на обзор хотя бы на 5 минут. Если вы меня смотрели, то вам спасибо. Если вам было интересно, оставайтесь со мной, как говорит Аленка. Кстати, Аленке привет, если она вдруг увидит это жуткое видео. Ну и остальным пока.